Приобрел черенки, оказались толстые чамы и по двое. Можно их временно привить черенки на бесей или вылышенной вишней. Через год перепринять. Конечно, можно. Но черенок, он обычно толстый с одной боку, а с другого края он все-таки два раза толще. Берите с этого членка середину или даже чуть ли не верхушку этого членка. Не, не самую верхушку, это уж я образно говорю. На бесею? Ну, если временно, конечно, можно. Так, это был ко мне вопрос. Можно ли хранить замотанную скейч пленку? У меня один принцип хранения, я уже его сто раз объяснял. Если мне напишите отдельно, я вам пришлю свое. В статье вообще тоже черенок животворящий. А как вы предлагаете, это потом узнаете. Когда погибнет, не погибнет, я тогда узнаю. Откуда я все знаю, как его сохранить? Я не хочу быть храним. Теоретически можно только замотать несколько слоев. Интродукцией орехов не занимайтесь. Первая же попытка, орехи грецкие с Украины замерзли сразу, с Казани сразу. Мне потом объяснил мой друг, этот Чернышов Валерий Петрович, что все эти сказки, а они эти сказки размножались с помощью журнала «Превеседательное хозяйство». Орехи, Диал, другие орехи. То есть у человека тогда это было так, «Превеседательное хозяйство» прямо посреди города. Теплового и орехи растут, а за городом уже не растут. Но я все-таки, ну, как обычно, я такой, как все, нормальный был парень, наивный. Я выписал из этого, с Тольятти и из Казани. Сразу замерзло, и все, на этом и кончилось. Больше всех орех продержался у моего знакомого. Я следил за ним пять лет, замерз. Сорок градусов близко не удержит. Это уже Сибирь. И в черемушках плодоносило два ореха, я следил за ними. Потом мне надоело, я взял все черенки, привил на манчжурские, они не пошли. И я действительно ел орехи с этих двух орехов, которые в черемушках, но там аномальное тепло. Все, весь мой опыт. А манчжурский орех – это такая зараза, которую, не дай Бог, посади, потом забыться и избавляться от него. Настолько он живуч. Хотя я его очень уважаю. Так, я ответил. Так, почему не раньше на продажу ставится шелковица? Отвечай. Ну и, как я уже говорил, не хватает ни времени, ни сил. Ну и спросом мало пользуется, потому что немногие представляют, что такое шелковица. То есть это те, кто когда-то ее пробовал и видел, то есть спрашивают, ну это очень-очень редко. Ну и опять же, так же, как с кустарниками, там очень много времени надо, чтобы вырастить ту же шелковицу. То есть, можете, в принципе, приобрести черенки украинцами, то есть. Ну, таких, несколько человек таких нашлось. Я Дева последний чуть не загубил, из-за того, что я все намного шелков продал. В этом году в каталоге черенков шелковица нет, точка. Вот, потеряем последнее. Так. Здравствуйте. Тебе с собой здорово. Всем здравствуйте. Полтоносия, гибридные перчи-абрикосы Бродского. Нет еще. Знаете, у меня получилось как... В принципе они назывались персиковые. Так. Но я их садил штук двести. Извините, вопрос ко мне. Штук двести посадил, зашло двадесятка. Поздно было. Прям без рефикации. Че будет, то будет. Значит, эти два десятка живых, меня удивило, что на некоторых листьях абсолютно, даже в фильмах я показывал крупный план, листья как листья абрикосовые, а у других настолько не абрикосовые, я выбрал два не абрикосовых, в надежде, что и пересадил на участок номер один с участка номер два. Они сейчас растут, это вот прямо напротив, Серёжа, напротив беседки, они роскошные всё равно, и ждём результата, потому что столько они были листья странные, то есть мы не знаем сами, коротко ответ, значит, ещё не знаем. Так, Шелковицу я бы заказал, я бы заказал, если бы Сергей, я тоже, Серёжа, говоришь, что я тебе тоже куплю парочку, шучу. Так, на каком году зацветает, знаете, почему он так относится к Шелковице, к прохладце? Потому что если укореняешь, так живи там и понимай каждый день, вот, и прекращай плодить детей. Ну два, всё, хватит. Он выбрал детей. Так, на каком году зацветает сень, сырость слива? На пятый, шестой год. Я, это самое, бывает на четвёртый, и у меня были пару случаев, когда на третий. То есть никакой системы нет, она может зацветать, перед тем, как ей некомфортно, так, когда комфортно, опять, счастливое ждать. А когда некомфортно, а ещё моя привычка вот эта, сами понимаете, взять её, да, это, обязательно, ну, при садке... Ну вот, допустим, перебью немножко, в горшке ей некомфортно, я, как бы, оставлял себе, то есть хотел посадить для косточек семечек, то есть, в третий год она заслевала, то есть в горшке, то есть в третий тысяч три года в среднем, то есть... Да, всё правильно. Особенно горшковая культура, это уже некомфортно. Так, почему укрыли корни персиков в теплице? Батинхофф говорит, что не укрывает персики в теплице, ну чё? Ну, это не для укрытия, то есть, это для влаги, потому что весной начнётся таять, то есть, и земля достаточно сухая была осенью, то есть, на зиму мы не поливали, то есть, вот, и никогда не так не делаем при зиме, не поливали и так далее, то есть, это для влаги, то есть, мы снег туда накидали, то есть... Так, дальше пойдём. Так. Годовалый сарель с персикой, с косточкой выроску. Ух ты, по три метра. Годовалый. Будет ли за год? А, может, это не за год. Что дерево будет огромным, или рост может замедлиться? Ну, какой врачи такой врачи. Три метра за сезон, это прям здорово. Нет, ты где-то видишь, что... А, погоди, годовалый, то есть... За первые годы, нет, да. Господи, а где же он взяли-то? Может, вы на юге живёте, может, он, это, последний год живёт, потому что южные, они всегда ростлее, чем эти... Хасанские одежды, они же не карлики, да? Ну, они не высокоросовые должны, в всяком случае, у нас не высокоросовые, то есть... Да, персик огромное дерево, когда дать ему вырастет, да, огромное состояние. Так, почему не продаете саденцы уссурийской сливой, штамбуловой вишни? Я купил. Ну, правильно. Только, когда приходит пора, за тебя отвечаю. Позвать, куда-то вы все деваетесь. У ссурийской сливы у нас бывает, то есть, шамбуловой вишни, то есть, у нас, там, часть уже посажена, часть будет еще садиться, то есть, ну, возможно, она будет, то есть, про я ищу. А у ссурийской сливы у нее не продаю, потому что она достаточно плохо сходит, и, как бы, для лишенных нужд, то есть, под приливку я использую, там, ну, те, те, кто сильно на меня не попросит, я здесь продаю. Ну, осенью они были все рассажены, то есть, как бы, никакого товарного вида они не имеют, у меня их было совсем мало, то есть, и, поэтому, как бы, продаж нету блюда, иногда бывает, то есть. Так, можно и персик обрезать, чтобы рост видеть? Будешь эту часть? Ну, знаете, вот обрезка, то есть, чтобы уменьшить рост, это, как бы, неправильно, то есть, ну, вы срежете, если у него по силе роста, по роста, как бы, среднеросвый, да, то есть, вы будете обрезать, а ветки, там, все равно, в любом случае, будет выбрасывать, то есть, ну, срежьте выясной, азолит этот, этот, растет, все по новой, еще и больше, то есть, как бы, можно, как бы, вот, отгибать, не знаю, то есть, компактнее, то есть, формировать, подвязывать его, то есть, ну, обрезка вы никак, рост его не сдержите, то есть. Так, дальше, можно быть, может быть, нам подавать заявки на желаемое растение, делать, делать, наверное, предоплату, ну-ка, делать предоплату частично, когда Сергей вырастет, получить желаемое. Так. Ну, я не знаю, что ответить, заранее, я никогда деньги не беру, то есть, обворачиваю, то есть, что, на что хватает силы, и какой есть у меня материал, то есть, там, посадочный, то есть, прививочный и так далее, то есть, то есть, из-за этих факторов, то есть, Я добавлю, что у Сергея штучный товар, штучный, лучше купить один саженный Сергея, живой, чем два мертвого рождена, получается, что у нас, а штучный товар, много не вырастешь. Вот, я выращивал, я помню, белый налив, не пользовался спросом, на раз заказать белый налив. Да, сейчас с огнем его не найдешь, все меня выбрашивают его. Тогда это было не так, я выращиваю, где покупатель, нет покупателя, вот так было, поэтому я взорвался по заказам работать. Какие перспективные направления садоводства надо ответить для себя, оу, это, надеюсь, последний вопрос. Вот, сейчас, дело в том, что Александр Смотритель, может быть, не шуточный, поэтому подумай, пересмотреть, чем ты будешь заниматься, кроме как это, выращивать на продажу. Ну, я, в принципе, и занимался, и занимаюсь, то есть, я увеличиваю коллекцию, то есть, зимние сорта груш, то есть, новые сорта сливы, ну, какие перспективы, там, время покажет, покажутся ли эти данные сорта перспективными, то есть, это не вся коллекция, потому что мы размножаем, то есть, сортов, на самом деле, намного больше, чем они заявлены, там, каталоги, семян и саженцев, то есть, в общем, работаем. Работаем, добьется результатов, вы не узнаете, то есть, нет такого опыта, стратификации, раскалывая косточка, в никаком случае нельзя, то есть, их надо за полугода до посадки, то есть, стратифицировать, то есть, поорачиваясь, косточка крупная, как осуждение раскрыться, соответственно, вот, мы делаем где-то в декабре, то есть, сажен, где-то в начале апреля, то есть, в середине апреля, то есть, полгода они стратифицируются, этого хватает, то есть. Ну, сопрекосами есть еще тонкость, то есть, песок, главное, не переволожнили, то есть, я вам процент хлаженности не скажу, так как нету никакого прибора, то есть, ну, песок, чтобы не прилипал к рукам, иначе, может, это заплеснивать, все прям в этой регионе будет сертифицировать, то есть, периодически переволожнили, то есть, либо давать сухого песка, либо проветривайте, не закрывайте. Если там, допустим, стеклес, тратифицируйте, оно не дышит. Если вы переувлажнили, то может это запреснить все. Если часть органики от плода осталась, то это все влияет. Садись по облеге, а я так понял, что... Сувениров в Востоке в достаточном количестве саженцы есть. То есть можете заказывать по количеству у нас скилька. То есть если заказывать несколько, то он один сажен будет вам дешевле. То есть все равно, сколько у нас у нас у многих пилисов. Так, ну вот так, просто, ну, здесь, скажите, что взять в качестве побои и привода. Ну, сварок можно пилисов и прививать, а нарядные, ахимовые, как бы уже черенки, то есть это привод, то есть это привод, то есть получается. Все правильно. Ну, в принципе, наверное, все. Если бы были только сварок и только... Нет, ну, я так понял, что из-за этих сортов, что прививать, то есть ему рода сварок, или подобное. То есть сварок можно использовать в качестве побои. Да, да, с самым родом третьих скультурных сортов. Это как Антонов, хоть для Ябна, трансфорок для груш. Ну, в принципе, да. Так, ну, смотри, никто не печатает, тогда отклонится. Ну, тогда я с вами прощаюсь, поеду до ноль. Всего доброго, с настоящее вам буду. А я еще нет. Я, во-первых, обращаю ваше внимание на каталог Семен. Внизу зеленая вывеска. Пожалуйста. Пользуйтесь тем, что сейчас еще почти весь набор имеется в Дэзи Тарас. Потом я еще просьба писать мне ссылку, а я подправлю Сергею. Пусть посмотрим, что тут это. Как у него в бенефис состоялся. Со стороны виднее. Потом сам себя послушает. Это два. Значит, мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Теперь мы не посмотрели, когда следующее, какого числа, вебинар. Следующая суббота. Следующая суббота, это какого числа? Ваши дозву, соберу. Вот и я не буду в думе. Да, уже у нас время вечер. Я уже с ним, говоря, сплю. Сейчас, мы с ним не получаем. Скажи, что ты не высыпаешься. И все, я еще сидя. Следующая суббота у нас. Кого там? Следующая суббота у нас 4 января. Ага, 4 января. Ребята, встречаемся и 4 января. Я надеюсь, что меньше не стало. До данного момента это еще не худшее количество. Потом через неделю будет 500 просмотров. Но уже хотя бы это. Может, я еще надумал, вот из 500. Ну, хотя бы один ученый заглянул. Вот. Тема-то не только лично наша. Это тема касается всей России, всей планеты. Ну, что, благодарим за внимание. Прощай за все это у числа. Вот. Все, я уверен. Спасибо, я думаю, что ты не испортил наше это. Если вам удалось прояснить, это все равно те, кому надо саренцы. Саренцы, саренцы. Да и саренцы. И с самим тоже надо уметь вращать. Ну, что, до свидания, друзья. Главное. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok